Вы знаете, уже какое-то время прошло, Бог мне положил на сердце такую фразу, такая фраза пришла — «Крещение огнём». Я думаю, что вы слышали такую фразу из Библии, слышали из Евангелий. «Крещение огнём». Я почему-то уверена, что немногие понимают, что значит «Крещение огнём». Я вроде бы тоже как-то понимала, но слушала проповеденного проповедника и поняла ещё больше, что такое «Крещение огнём». И вот мы сегодня об этом поговорим. Что такое «Крещение огнём»? Ну и ещё мы можем назвать огненные испытания, огненные искушения, когда приходят в нашу жизнь. Почему они приходят, как нам нужно реагировать и вообще, какими мы можем быть, мы сегодня об этом поговорим. Вы знаете, Бог ничего от нас не скрывает, а Он, наоборот, всё открывает для нас, Он всё сокрыл для нас. И в зависимости от того, насколько мы копаемся в истине, насколько мы доверяем Богу, в зависимости от того, насколько мы желаем познавать Бога, насколько Бог нами открывается. Давайте мы начнём с Матфея. Матфея, 3 глава, 11-12 стих. Я думаю, вам известна эта глава. Там говорится о том, когда Иоанн Креститель крестил в воде, в покаяние пришли книжники и фарисеи и тоже прибежали. Он говорит, помните, там впереди есть такое местописание, вы, порождение Ехиднины, вы что, испугались чего-то, услышали где-то, прибежали, хотите как-нибудь замазать свои грехи? Нет, говорит, сделайте достойный плод покаяния, то есть без никакого лицемерия. Ну и дальше тут говорится, он говорит, что я крещу вас, я читаю новый русский перевод. Я крещу вас водой, но после меня придёт тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнём. И огнём. Вот слушайте, будет крестить Духом Святым и огнём. Крещение Духом Святым, нам всё понятно, да? Я надеюсь, понятно крещение Духом Святым? А что значит крестить ещё будет и огнём? У него в руках лопата для провеивания. Вот хорошая лопата, да? Кто не слушается, так лопатой. Ну да сколько же можно? У нас, если ребёнок наш не слушает, да, терпим, терпим, потом взял ремня и дал. Ну, слава Богу, что Бог лопатой по голове нас не бьёт, а Бог намного мудрее, чем мы. И Он очистит зерно от соломы, пшеницу Он соберёт в хранилище, а солому сожжёт в неугасимом огне. Более подробно об этом мы поговорим позже, но сосредоточимся на крещении огнём. Ещё я зачитаю несколько, пару местописаний, чтобы картина так более-менее вырисовалась. Ещё в Евреях 12 глава 29 стих написано «Бог наш есть огонь поедающий». Это тоже знакомое нам местописание, правда? А что же Он поедает? Задавались вопросом, что-то Он поедает? 1 Петра 4 глава 17 стих считаю тоже из нового русского перевода. Тут 17, 18 и 19 стих. «Время суда настало, и суд начнётся с Божьего дома». Это начнётся откуда? Из церкви, из Божьего дома. «Подумайте, если он начнётся с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется Божьей радостной вести?» А можно и в церкви сидеть, и не повиноваться Божьей радостной вести. Тут дальше говорится. «Если праведнику нелегко получить спасение, то что же станет с безбожниками и грешниками? Потому те, кто страдает по Божьей воле, пусть предадут свою жизнь в руки Создателя, который верен и продолжают делать добро». Я думаю, вы знаете, что в Библии зло называют злом грех. Добро, я так понимаю, — это чистота и святость. Это не только говорится о том, что мы должны делать просто добрые дела, а мы должны сами быть добрыми, то есть внутри нас содержание должно быть правильным. Если зло — грех, то добро — это святость и праведность. Вот Бог и говорит, мы должны быть настолько внимательны к себе, к тому, что у нас внутри, как мы живём, как мы воспринимаем всё то, что вокруг нас, и всех тех, кто вокруг нас. Если нас кто-то обижает, какие-то стеснённые обстоятельства приходят, каким образом мы реагируем на эти стеснённые обстоятельства? «Господи, я молюсь, молюсь, а Ты меня не слышишь, Ты меня не любишь». «Я аж молюсь, почему ко мне пришла проблема?» Есть очень много у людей вопросов. И вот когда приходят вот эти стеснённые обстоятельства, когда приходят проблемы, какие-то трагедии, какие-то неприятности в нашу жизнь или по разному поводу могут быть, есть проблемы, приходят из-за греха, потому что мы неправильно себя ведём, и мы, естественно, имеем то, что имеем. Но я сегодня не говорю о грешной жизни, а я сегодня говорю об огненном крещении Богом. Огненное крещение приходит в жизнь каждого человека, который держится за Бога, который принял решение следовать за Ним. И для того, чтобы очищаться и освящаться, постоянно это надо делать. Вот и приходят всякие проблемы для того, чтобы… Что написано? Он очистит зерно от соломы. Мы пшеница или мы плевелый. Если нам хочется быть всё-таки пшеницей, то Бог будет нас отделять от соломы. Будет отделять. Для того, чтобы всякая шелуха поотпадала от нас, для этого и надо допустить в нашу жизнь определённые обстоятельства, в которых проявится наше нутро, и то, что есть отрицательным внутри нас, стало положительным. То есть то, что-то нехорошее и неправильное внутри нас, должно стать правильным, должно стать таким, каким Бог нас видит. Ну, например, может быть, вы не понимаете, о чём я говорю? Мы любим посплетничать, например. Или же у кого-то что-то хорошо получается, мы завидуем. Это, понимаете, не то, что мы планируем. Вот я возьму сейчас и позавидую. Да? Нет. Но если плоть бывает, плоть так реагирует. Если вижу, у кого-то что-то получается хорошо, или у кого-то что-то есть, а у меня нет, а я так много молюсь об этом, жду, а Бог мне этого не даёт. Или, наоборот, из зависти. У него есть я это хочу, или у неё есть я это хочу. И начинаем молиться. Господь, я хочу, а я что, хуже? Она твоя дочка, или он твой сын, и я твоя дочка, или сын, я тоже этого хочу. И мы начинаем, как капризные дети, просить то, что есть не воля Божья, а то, что наше личное собственное желание. И вот когда у меня есть вот этот недостаток, когда я могу кого-то осуждать или кому-то завидовать, или на кого-то обижаться, Бог допустит обязательно какую-то ситуацию, какое-то трение между нами и кем-то обязательно произойдёт для того, чтобы прежде всего мы обратили внимание на себя, и чтобы нам уразуметь, что эта проблема у нас есть, и чтобы избавиться от этой проблемы. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, эту проблему нужно прежде всего самому признать и принести Богу. Вот сидим мы в церкви, приходим мы в церковь, слушаем проповеди, может, общаемся друг с другом, и нам что-то где-то в ком-то, в чём-то не нравится, или, допустим, не нравится в лидере домашней группе что-то, группы, не нравится в пастыре что-то, не нравится, как он говорит, или как лидер говорит, или как кто-то ещё говорит, или как к самой брат, сестра поступает, что-то не нравится. У меня внутри может появиться такое состояние, вот какое-то беспокойство такое. А иногда бывает такое, вроде как печёт там что-то, но так неприятно внутри. И мы не можем понять, что это такое, что с нами происходит. Я уверена на сто процентов, я уже об этом говорю не один раз, и сегодня повторюсь. Каждый, кто стоит за кафедрой здесь, он выполняет поручения Бога. И задача каждого из нас — научиться принимать от Бога через человека. Я понимаю, что я могу кому-то не нравиться, или кто-то другой, кто стоит за кафедрой. Может, даже когда-то нас кто-то обидел, из тех, кто стоят за кафедрой. И до сих пор мы носим это внутри себя, и не можем никак простить этого человека. Этот человек выходит, что-то говорит, Слово Божье, а у меня внутри к этому человеку какая-то неприязнь, и я не могу принять Слово, которое этот человек стоит, проповедует. Я вполне понимаю, что это может быть. Я вполне понимаю. Но мы, как дети Божьи, мы должны понять, должны осознать, что к нам обращается Бог. Бог к нам обращается. И если нам что-то не нравится в человеке, мы должны просто покаяться перед Богом и перестать реагировать на человека, как на человека. Помните, что в Библии написано? За кого мы почитаем, такую награду мы и получаем. Почитаешь его просто каким-то там человеком, такая тебе и награда. Пророка почитаешь за пророка, получаешь награду пророка. Ну, так написано или нет? Так написано. И если Слово, которое говорится отсюда, оно говорится не просто для того, чтобы занять время, но у нас есть полчаса до молитвы, или 40 минут. Давайте просто поговорим. Ну, от нечего делать. Как вы думаете, так оно на самом деле? Нет. Проповедующий не выходит для того, чтобы просто скоротать время. А Бог вкладывает в сердце этому человеку что-то сказать к церкви, прежде всего к тому, кто это Слово говорит, а потом к остальным. И это Слово может обличать, это Слово может исправлять, это Слово может указывать на наши недостатки, на наши проблемы, на всё, что у нас есть нехорошее. И если от этого Слова внутри нас появляется дискомфорт, то это не тот, кто проповедует виноват. И не церковь виновата. И не Бог виноватый. Не брат и сестра виноватый. А, наверное, Бог стучится в наше сердце. Мы сказали, Господь, войди в моё сердце, будь моим Господом и Спасителем. И мы знаем, что мы храм Духа Святого. И если мы действительно не грешим, стараемся жить в святости и праведности, то, естественно, мы и руководимы Духом Святым. А чего же он там тогда находится, если он не будет указывать нам на наши недостатки? Храм должен быть чистым, правильно? И святым. И в этом храме должно быть почтение Богу, поклонение Богу, прославление Бога. Не должно быть в этом храме грязи. А если есть где-то что-то, и у нас что-то там печёт, и нас что-то там не устраивает, и что-то-то нас там беспокоит, значит, Дух Святой где-то, что-то в каком-то уголочке, в какой-то тайной комнате нашей души нашёл нечистоту. Любимые и драгоценные, признайте это. Всего-навсего признать. Не показывайте пальцем ни на кого. Никто не виноват. Всё начинается лично с нас. И если у меня что-то не так, то это я виновата. Это моя проблема. Это я сама себе, по своей глупости, или не знаю ещё по какой причине, я сама себе создала эти проблемы, эти трудности. Так почему же я должна теперь винить кого-то? Но почему у нас бывает, что мы так малодушны? Почему нельзя искоренить эту гордыню? «Я лучше, чем кто-то». И даже если вы словами так не говорите «я лучше», а ведёте себя так, то вы жизнью своей говорите ещё больше утверждаете, чем словами. Словами можно сказать красиво. Я верующий, люблю Бога, а ближнего ненавижу. Да? Вот тебе и люблю Бога. Как же я могу любить Бога, которого не вижу, если я не люблю ближнего, которого вижу? А его Бог создал и сотворил. А в нём тоже Дух Божий, там тоже Бог. Когда мы уже осознаем и поймём, что мы должны почитать. Если нам неприятен этот человек, и нам тяжело его почтить, почтите Духа Божьего, который в этом человеке, но переключитесь на Духа Божьего. Не вглядывайтесь в черты человека. И если есть проблема у этого человека, и вы не можете о нём ничего хорошего сказать, молитесь, люди добрые. Что мы будем делать, когда вот приходит такое состояние, что нам хочется на всех обидеться, махнуть рукой, оставить и все не такие, все неправильные. Я правильный, хороший. Мы можем обидеться, мы можем оставить церковь, мы можем показать пальцем, это не я, это он или она. Мы можем сказать всем до свидания и уйти. Но это же неправильный поступок. Это же неправильно. От себя мы никуда не убежим. Наша задача сокрушится перед Богом. Если что-то закрадывается в нашу душу, если что-то внутри нас беспокоит, да уединитесь с Богом и задайте Ему вопрос. Господи, что это? Бог напомнит, Бог скажет, Бог покажет обязательно. Но нам надо, я не знаю, зарубить на носу, написать на лбе о себе. Я не знаю, как нам надо, но надо помнить, что если пришёл дискомфорт, покажи на себя, приди в присутствие Божье. Покайся перед Богом. Если обидел человека, приди к человеку ещё покайся. Да, он виноват, а не я. Ты прав, иди ещё раз кайся. Будь дважды прав. Вообще, для чего мы приходим в церковь? Потому что мы верующие, мы считаем себя верующими. Если я не буду ходить в церковь, скажу, он не верующий, не ходит в церковь. Я же верующий, я должен прийти в церковь. Мы можем приходить в церковь просто потому, что туда надо идти. А ещё, может быть, и в каком-то мы служении даже задействованы. И что-то мы делаем даже для Бога. Опять же, я как могу не пойти? Без меня там не обойдутся никак. Мне надо там. Я так молюсь хорошо, без меня не обойдутся. Или ещё там что-то делаю. Как без меня? Святое место пусто не бывает. Самое главное, с каким сердцем мы это делаем? Мы из любви к Богу всё это делаем? Или мы просто делаем, потому что это надо сделать? Надо прийти сюда. Надо! Я так думаю, по себе сужу, что каждый из нас сюда приходит для того, чтобы что-то принять себе от Бога, услышать. А что Бог сегодня хочет мне сказать? А может быть, я сегодня в проповеди услышу, что у меня есть какой-то недостаток, и это поможет мне ещё ближе приблизиться к Богу, ещё больше для Него открыться, дать возможность Ему потрудиться над моим сердцем, чтобы меня очистить и осветить, чтобы я был святым и праведным пред лицом Господа, а не красивый перед людьми и красноречивый. Знаете, слышали слово «приоритеты»? Вот какие у нас приоритеты? Я любимый, да? Мне не уделили должного внимания, на меня не возложили руки, не помолились, они видели, что я с таким угрюмым выражением лица сижу, и никто не это. Вот у меня проблема, никто не поинтересовался. Понимаете, мы можем всё, что угодно придумать, всё, что угодно. Это младенчество. Или же всё-таки не я, любви в церкви нет. Я не буду в эту церковь ходить, потому что здесь любви нет. Нет. А ты знаешь, а тут любви полным, полным, полно. Не достаёт только тебя одного, чтобы ты эту любовь начал излучать. Начни излучать эту любовь, и будет совершенство, полнота. Или я любимый, или Бог любящий и милостивый. Вот какие у нас приоритеты? Я пришла к Богу милующему, к Богу любящему, прихожу на это место, потому что написано, Бог нам заповедал собираться в этой церкви и тренировать свою веру. У нас дома суета, дети, ещё что-то там, ещё что-то там, работа, много всякой работы. Только в церкви мы можем расслабиться, прославить Бога, войти в Его присутствие, услышать Слово от Бога, помолиться, наконец, нормально. Но почему мы забываем, что Бог не просто милостивый и любящий, а Он ещё святой и справедливый Бог? Он справедливый. И если Он видит, что у нас есть в жизни какая-то грязь, какая-то нечистота, то как вы думаете, Бог махнёт на нас рукой и оставит, да, пускай там барахтается в своём болоте? Если мы всё-таки держимся за Бога, то Бог будет допускать в нашу жизнь разные всякие ситуации, обстоятельства для того, чтобы мы всё-таки увидели в себе неправильные эти вещи, чтобы от них избавились. Бог есть святой Бог. И Он говорит, будьте святы, потому что я свят. А как мы будем святы? А мы постоянно, через разные проблемы, через разные трудности, через разные сложные обстоятельства, через всё то, что нас прижимает так, что начинает из нас вытекать правильный, хороший сок, а не бунт, ропот и непонятно что. Если Бог предназначил для нас что-то, пастырь об этом говорил, Он обязательно от нас этого добьётся, рано или поздно. Так неужели не лучше сразу отдаваться в Его руки, чтобы Он нас очищал, освящал, чтобы мы взрослели, чтобы мы становились зрелыми? Потому что у кого, у кого есть разум, разумение всего только у Бога? Свет у кого? У Бога. Сила у кого? У Бога. Мудрость у кого? У Бога. Почему в трудностях мы очень часто бежим с советом к людям? За поддержкой, за советом. Нам хочется так вылить то, что меня беспокоит и как меня обидели или ещё что-то, чтобы мало того, что мне этот человек не нравится, ещё и тому не понравился, потому что мне же так плохо, надо поделиться, чтобы этот человек… Мы ищем поддержку, но не там мы ищем поддержку, люди добрые. Нам надо бежать прежде всего к Богу в таких обстоятельствах, не сказать, что такое мудрость человеческая. Библия об этом говорит. Что это? Мудрость бесовская. Каким бы ни был образованным этот человек, но такой совет, как Бог, он вам не даст. А совет у нас, Библия, это наш совет, это наша мудрость, это наша сила, это наша крепость, это наш свет. Который нам указывает, куда идти дальше, что делать, и какими мы должны быть, и как мы должны себя вести. Псалом 61, с 6 по 9 стих, а потом ещё и 13 стих. Псалом 61, с 6 по 9 и 13. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, то есть скала моя, и спасение моё, убежище моё, не поколеблюсь. В Боге спасение моё и слава моя, крепость силы моё и упование моё в Боге». Вот когда приходит огненное крещение, крещение огнём, куда мы должны бежать и кем для нас должен быть Бог. И дальше Давид обращается к народу Божьему. «Народ, надейтесь на Него во всякое время, не тогда только, когда вам хорошо, а особенно тогда, когда нехорошо. Изливайте пред Ним сердце ваше, а не бежите к человеку какому-то, и ищите кого-то. Бог нам прибежище». А в 13 стихе написано, «У Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаёшь каждому по делам Его». У Него милость и по милости. Знаете ещё, что вместо описания приказа «Бог поругай, мне бывает, что человек посеет, то и пожнёт». Я могу бунтовать, я могу роптать, я могу винить кого-то, я могу что угодно делать, но я должна бежать к своему Господу, который есть для меня и скала, и прибежище, и утешение, и надежда. Он всё, Он сила, Он крепость моей силы. Но очень часто так получается, что когда приходят обстоятельства тяжёлые в нашу жизнь, то почему-то в ум нам не приходит бежать к Богу. Вроде бы мы и понимаем это. А нам хочется услышать, что скажет человек. Поплакаться. Ну, я не говорю о том, что нельзя общаться с человеком. Нужно, если это ваш лидер, если это действительно духовный человек, который вам даст совет по Божьему Слову. А вы там делаете что-то нехорошее? Да ничего страшного, всё пройдёт, как-то там оно решится. Не решится. И вот этот круг будешь наматывать до тех пор, пока всё-таки осознаешь и откажешься, покаешься и откажешься от того, от чего тебе надо отказаться. Вы знаете, я не помню, читала где-то что-то, и там такая фраза. День бедствия проявляет состояние твоей веры. Потому что мы можем даже быть истинными верующими, стараться поступать в святости и праведности, но вы же сами знаете, что ни одного человека совершенного нет. И внутри, может быть, где-то чего-то там есть. Но каким образом это узнать? Может даже человек, я знаю, что верующие говорили, ого, а я и не знал, что во мне ещё это сидит. Ну, понимаете, вот бывают такие ситуации, что человек там вспылил там вот в таком состоянии, там что-то сказал или что-то сделал, что сам от себя не ожидал. Всего бывает. Поэтому мы должны помнить о том, что Бог, Он смотрит за нами везде. Все 24 часа в сутки, везде, где бы мы ни были, если мы Ему доверяемся, то Он нам покажет, в чём нам надо исправиться. Но нам нужно признать это перед собой и признать это перед Богом, чтобы избавиться. И вот именно вот в этих тяжёлых проблемах видно в человеке, истинно верующий этот человек или этот человек называет себя просто верующим и оправдывает тем, что он верующий, потому что он ходит в церковь. В Луки, помните, такое местописание есть, что когда Иисус придёт на землю, увидит ли Он веру? Да? Это написано в Луки, 18 глава, я читаю 7-8 стих, там притча Иисуса, может, вы помните, судья неправедный, вдова к нему всё время ходила и ходила, и ходила, помоги да помоги, защити да защити. И в конце концов он достал уже, помогу ей. И дальше тут, что говорится, читаю новый перевод. Так неужели Бог не защитит своих избранных? которые взывают к нему день и ночь? Неужели Он будет медлить с помощью? Помните, там в синодальном переводе написано, что Он хотя и медлит? Немножко неточный перевод. Получается, что вроде бы как Бог специально медлит и нас испытывает. А ну, а ну? Нет. Он не медлит. Мы же знаем, что Бог всегда приходит вовремя. Он никогда не опаздывает. Он всегда приходит вовремя. Говорю вам, Он без промедления защитит их. Но когда Сын Человеческий придёт, посетит каждого человека или когда будет пришествие его, то найдёт ли Он веру на земле? Бог никогда в жизни не решает наших проблем. Бог всегда отвечает на нашу веру. Если вы пришли в церковь только потому, что вам надо решить какую-то проблему, вы обольщаетесь и обманываетесь. Может, проблема и решится, но вас может ветром сдуть. И найдёт ли Бог веру? Иакова, 1 глава, с 12 по 16 стих. Новый перевод. Счастлив тот, кто переносит испытания, кто переносит, не бунтует и не убегает, и никого не винит, а кто переносит это крещение огнём. Когда он выдержит его, то получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его. И тот человек, который любит Бога, начнём с конца, он получает венец жизни, потому что он с Богом всё выдерживает. Нет слова «не могу». Есть слово «всё могу». «В укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда вас постигает искушение, не говорите «это Бог меня искусил». Бог сам не может быть искушён злом, грехом. И не искушает никого. Бог никогда в жизни не посылает никому грех и обольщение. Никогда это приносит сатана. Каждого человека искушают его же собственные желания, а написано в синодальном переводе похоти, вожделения. Они увлекают и соблазняют его. Затем желание зачинает и порождает грех. А совершённый грех порождает смерть. Любимые мои братья, не заблуждайтесь. Не заблуждайтесь. Не блуждайте в темноте и в непонятках. Слово Божье говорит обо всём достаточно понятно. И этому слову нужно следовать. Желание внутри есть. Глаза на что-то смотрят. На что нельзя смотреть. Начинаем вожделеть. Запускаем в ход плоть. Топку кочегарим, да? А потом начинаем это делать. А потом кто виноват? Я же не думаю, что моя хата с краю и ничего не знаю. Помните Давида? Что Давид делал? Я не говорю о том, что у него там были неправильные поступки. Я говорю о том, что он всегда прибегал в присутствие Божье за советом. Всегда. Даже когда он делал что-то неправильно, он всё равно бежал. Смирялся перед Богом, раскаивался перед Богом, признавался. Но претерпевал всё, что нужно было претерпеть. Псалом 138, 23-24. Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Он этого не боялся. Он не боялся сказать, Господи, испытай меня. Пускай приходят трудности в мою жизнь, чтобы я сам мог видеть, из чего я состою, какая у меня начинка. Начнём с самого конца. Чтобы ходить и быть на вечном пути Божьем, чтобы Бог нас направил, мы должны, чтобы не попасть нам на опасный путь, мы должны позволить Богу испытывать нас, наши сердца, что там внутри, потому что от избытка сердца, говорят, уста. Если приходит огненное испытание, мы начинаем бунтовать и возмущаться, то эта гниль лезет. И никто не виноват. А бегом бежите к Богу, чтобы Бог эту гниль убрал, чтобы Бог осветил. Зачем вам проблемы? Почему мы должны кого-то винить? Почему кто-то должен быть крайним, а не мы? Люди добрые, я этого не понимаю. На заключение я хочу вспомнить ещё одну историю. Вы все читали книгу Даниила. И там, помните, в пятой главе есть про царя Валтасара. Ну, там Давид тоже был, имел такое же имя Валтасар, но там был внук Навуходоносора, Валтасар. И вот он решил сделать пир для своих придворных, для своих там жён, наложниц, для всех там, короче. Ещё его дед был в Иерусалиме, когда пошёл войной туда, он забрал, ну, все золотые приборы, серебряные, всё забрал и принёс к себе. И тут ему вздумалось этому Валтасару на этом пиршестве использовать всю эту посуду. Это всё из Дома Божьего, это всё святое. Это заклятое. Ни в коем случае нельзя было его использовать, где попало, и плюс ко всему ещё в грехе. Потому что на этом пиршестве, мало того, что они решили из святой посуды кушать, грешники, безбожники, плюс ко всему ещё они поклонялись идолам разным, деревянным, серебряным, золотым и так далее. И что же произошло? Помните, появилась кисть руки и написаны определённые слова. И он испугался. И там звездочёты, и все эти гадатели ничего не могли сделать. И тут жена приходит и вспомнила, что вот при дедушке твоём был такой Валтасар, Даниил, но ему дал твой дед имя Валтасар. И вот он был дедом твоим, поставленным начальником над всеми этими звездочётами и так далее. Он знает точно, он может, потому что он там такой очень сильно способный и мудрый. И когда пришёл Даниил и прочитал, увидел те слова, там этот царь сказал, что я тебе там и цепь над тебя, и одену тебя в одежду. Эту забыла я как называется. Ну, неважно. Багряницу, короче, там одену и цепь, будешь третьим человеком в царстве. Он говорил, царь, забери себе все эти награды, кому хочешь отдай эту треть царства, поставь там на это. Мне это не надо. Но что написано, я тебе прочитаю и скажу. Я не буду всё говорить, что написано, но я один взяла 27 стих. Пятая глава Даниила, 27 стих. Там написано, «Ты взвешен на весах и найден слишком лёгким». В синодальном переводе написано «очень лёгким». А в новом переводе написано «слишком лёгким». Ещё один перевод я читала, там написано, что он найден легче пустоты. Почему? 20 стих. Сердце его возгордилось и огрубело от гордости. Он был… Это на Вуходоносоре. Вот когда было в такое время, когда жил твой дед, когда его сердце возгордилось, помните, что Бог у него разум забрал, и он был как животное, жил там, и траву кушал, среди зверей жил и так далее. До тех пор, пока решил всё-таки перед Богом смириться, вот эти огненные испытания его допекли уже до такого, что дальше терпеть это было невозможно. И он сказал, хорошо, Господь, сдаюсь. И только тогда Бог его вернул в первоначальное положение, он стал опять царём. И говорит ему Даниил, вот ты не послушал, ты забыл о том, что было с твоим дедом. Вот теперь от тебя и царство это отнимается, оно там написано, разделяется, медианы персов и так далее, и ты взвешен на весах, и ты легче пустоты. Ты никто и ничто. Помните, если нет в тебе любви Божьей, то ты медь звенящая и кимвал звучащий. Но Бог предупреждает, а любовь, это же я должна чувствовать эту любовь. Да не должна я это чувствовать. Любовь — это не чувство. Любовь — это действие, это забота, это сострадание, это милосердие. А мы чувствовать хоть, нам хочется до сих пор. Так чувство — это ложь, это обман. я могу чувствовать, но это не любовь. Я просто хочу пожелать всем нам, чтобы когда придёт время и Бог нас взвешивать будет на своих весах, чтобы мы не оказались легче пустоты. Между прочим, это никто никого не пугает. Это просто предупреждение. Но мы же знаем, что будет пришествие Христа. Мало того, что будет. Но ещё плюс ко всему, мы живём в это время, и Бог время от времени нас посещает в наших обстоятельствах, в наших ситуациях, в наших ощущениях. Если внутри нас что-то не так, если там нет Божьего порядка, Бог будет нас обличать, огонь Духа Святого Его будет припекать. Нам будут не нравиться те слова, которые нам будут говорить. Что ты пророчествуешь? Да я не пророчествую, я называю своими именами. Что тебе надо это оставить. Что за младенчество? Что ты мне пророчествуешь? Грех называется грехом. Святость называется святостью. Вот давайте будем разделять. Если Бог от нас ожидает святости, то давайте будем принимать Божьи испытания. Все трудности, которые приходят в нашу жизнь, давайте будем Бога за них благодарить и просить у Бога силы, крепости, мудрости, как Лёня нам всегда желает. Божьи, брат, чтобы нам пройти, так как в слове написано, мы должны их пройти и получим венец жизни. А венец жизни — это венец вечной жизни. На небесах с Господом, а не так жить на этой земле, считающей себя верующим, в конце концов, получить, отойди от меня, делающие беззаконие. Вердикт, осуждение. Не дай Бог. Я вообще хоть немножечко объяснила, что значит крещение огнём. Хоть немножечко, понятно? Крещение огнём — это больно, но это очень полезно и благословенно для нас. И мы должны это понять. Не считать себя мудрее кого-то, и тем более не мудрее Бога. Я в этой церкви молюсь, молюсь Богу, а Бог не отвечает. Это не та церковь. Или не тот Бог. Наверное, Харе Кришна или там ещё кого-то Будда мне ответит, или там ещё кто-то мне. Господи, прости, я ничего не имею против, просто жаль людей, что люди поклоняются пророкам, людям, но не Богу. Забыт Бог. У многих людей забыт Бог. А от Бога ничего же нельзя скрыть. Мы же у Него как на ладони. Мы же все, и не все, но может быть кто-то молится, Господи, я так благодарю, что я в Твоих руках. Спасибо Тебе, Господи. Вот мы в Его руках. Мы Грина. А Бог лепит из нас. Господи, я так хочу быть в почётном употреблении. А Ты не хочешь на горнеле побыть, а потом Тебя там почесали чем-то, а потом Тебя в печку засунули, а потом оттуда вынули, ещё Тебя лаком покрыли, рисунок нарисовали, чтобы Ты был красивым, опять Тебя туда в печь, ещё куда-то. Ты хочешь быть в почётном употреблении? Приготовься быть в переплавке и за это благодарить Бога. Иов говорил, что испытай меня, и выйду как золото, да? Не помню, и Давид говорил это в псалмах. Испытай меня, и выйду как золото. Я не помню точно, где-нибудь написано. Но испытай меня, выйду как золото, переплавь меня. Кто готов переплавляться? Страшно, да? Кто готов переплавляться? А Бог видит. Самое главное, что не надо руку поднимать. Самое главное, чтобы сердце было готово переплавляться. Чтобы мы всегда могли пройти все огненные испытания и искушения. Чтобы мы всегда могли с достоинства проходить крещение огнём, нам нужен Бог. Только Он и больше никто. Господь, мы благодарим Тебя, славим Тебя и превозносим. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь к нам, к нашим сердцам. Помоги нам, Господи, если есть действительно в нашей жизни какая-то нечистота, если есть Господь в нашей жизни, что Тебя не прославляет, а наоборот оскорбляет, помоги нам это признать. Помоги нам, Господи, избавиться. Своим Духом Святым прикасайся, обличай нас, исправляй, наставляй нас, Господь, на истину Твою. Освящай нас, чтобы мы были чистыми, непорочными. Господи, помоги быть инструментом святости и праведности в Твоих руках. Прости нам, Господи, если мы что-то где-то не понимаем, никак не можем понять. Ты великий Бог и Ты всемогущий Бог. Для Тебя нет ничего невозможного своим Духом Святым. прикасайся к каждому сердцу и объясни, скажи своим тихим и нежным любящим голосом, чтобы каждый смог понять, услышать, уразуметь, и чтобы каждый мог довериться Тебе, открыться для Тебя, чтобы Ты мог, Господь, совершенствовать каждого из нас. Славим Тебя, Господи, и благодарим за то, что Ты даёшь нам силу идти по этой земле, проходить весь тот путь, который нам нужно пройти, несмотря ни на какие обстоятельства в нашей жизни, доверяться только Тебе, прибегать к Тебе в первую очередь, искать правильного совета у Тебя. Господи, помоги нам, чтобы те способности, которые Ты вложил в нас, чтобы они были активными, чтобы они были жизнедеятельными, чтобы они действовали, Господи, в нашей жизни, чтобы мы были скоры на то, чтобы самому очищаться, но никого не винить. Помоги нам любить каждого, Господь, кто рядом с нами, Твоей любовью, потому что любовь Твоя излилась в сердца наши Духом Святым. Мы благодарим Тебя, Святый Бог, что Ты очищаешь нас, как зерно от соломы, чтобы мы не были, Господь, слишком лёгкие, чтобы мы были, Господь, в извешенном на Твоих весах, и чтобы мы были признаны, Господь, достойными Тебя, достойными званиями, на которые мы призваны, достойными Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Помоги нам быть именно той пшеницей, которую Ты собираешь в хранилище, которая есть Твоё Царство Божье. Помоги нам, Господи, не попасть в гиену огненную, где неугасимый огонь, сжигает всякую нечистоту. Славим Тебя, Господь, и благодарим Тебя, что Ты крестишь нас огнём, и Ты будешь дальше крестить нас огнём. Но с Тобой мы всё сможем, мы всё пройдём, у нас всё получится. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою поддержку, за Твоё водительство, за Твою любовь, за Твою милость к нам во имя Иисуса Христа. Славим Тебя и превозносим. Аминь. Господь, благослови молитву. Пускай каждая молитва, она будет от сердца, от Духа, и мы благодарны Тебе, что Ты отвечаешь уже прежде нашего прощения на каждую нашу молитву. Во имя Иисуса Христа. Аминь.